Всем привет дорогие друзья! С вами Егор Ныч и сегодня на моем канале мы рассмотрим события Битва Судеб. Битва Судеб событие прикольное, там мы обычно деремся против игроков на равных условиях. И прежде чем разберем Битву Судеб, скажу, что у нас скоро запустят вот эту поэтическую поп-викторину. Там надо отвечать на вопросы каждый день на 5 штук. Если отвечаете неправильно, вам надо будет получить вот эту вот жидкость в ежедневных заданиях, она дается один раз. Обновить ваш экзамен и его пересдать. Но чтобы этого не делать и не париться искать ответы в игре, вы можете зайти в сообщество моего канала YouTube. Я там публикую разные новости и в том числе ответы на эти вопросы на первый и второй день. Ну и также в группе ВК. В группе ВКонтакте у меня тоже есть эти ответы. Так что подписывайтесь на канал и также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ну а теперь Битва Судеб. В общем залетаем сюда, 7 дней данное событие будет идти. И что во-первых мы тут будем делать? Ну рейтинг. Рейтинг дает возможность вашему ополчению получить за топ 50-35 тысяч кристаллов. Так что биться будут все более охотно. Также в правилах написано, что уровень ваших героев 300-й. 9 из 9 по мебели. Плюс 30 именной предмет. Бонусы от союза в библиотеке вы не получаете. И также вы не получаете бонусы от артефактов. И если зайти там в героя, то вы увидите, что артефакты на этих героях не используются. Ну а про союзы я имею ввиду, это те союзы библиотеки, где вы закрываете определенными героями. Древнее древо все классы будут прокачаны до 60 уровня, а шмотки миф т2. Так что, ну, зная, кто как из героев себя ведет в бою, вы можете уже предугадывать, кого лучше ставить в вашу команду. И вы также будете выполнять ежедневные задания, получать определенные ресурсы. Новичкам это будет просто круто, потому что вы будете гораздо быстрее качать уровень ваших героев и продвигаться по начальным этапам игры. Ну а также для более, так скажем, уже прокачанных игроков и для новичков есть еще просто общие задания, которые вы выполните, получите вот такие сундучки. В этих сундучках тоже будет выбор ресурса и в конце 10 свитков. Бонус не маленький, но приятный, друзья. Я уже практически все задания выполнил, но шкалу я полностью заправил. Да, баг полностью заправлен, друзья. И все награды забраны. В общем, также тренировку будете делать здесь, заходите в список, кидаете, допустим, я там не знаю, ну вот просто кидаете приглос, может быть кто-нибудь сейчас согласится и посмотрим, подеремся мы или нет. Потому что ждать противника в простом бою будет очень долго. Ну, скорее всего, кто-то спит, наверное, никто не хочет соглашаться. Сейчас посмотрим. У меня там команда достаточно интересная, я вам сейчас расскажу про нее, что она может делать. Многие используют эту комбинацию героев. Ну и плюс тут, по-моему, герои используются только те, которые у вас прокачаны. Потому что я вижу, что у кого-то есть френтон, а у меня френтона здесь нет. Как это посмотреть? Зажимаете на каком-нибудь противнике в рейтинге и вы видите, да, вот. Это стандартный набор. Ну, допустим. И колода карт направлена на быстрый врыв. То есть это быстрое уничтожение противника. Бои здесь длятся не так уж и долго. Ну и смертельное проклятие это убийство сразу одного героя на поле боя. Типа по принципу, как в лабиринте. Помните, когда косит косой при 15% здоровья. Так, где-то я тут видел какого-то азиата. У него был френтон. Так, где-то собака. Вот. Нет, здесь зикис. Вот, кстати, зикис. У меня тоже зикиса нет. Вот френтон, видели? Здесь френтон. То есть вы можете посмотреть, какие составы и какие карты используют данные игроки в этом рейтинге. Ну а теперь давайте зайдем в запись боев. В общем, вот я тут дрался много и плотно. Ну вот, допустим, мой был последний бой. Я поставил здесь пегги, машку. Давайте посмотрим, как этот бой проходил. А, ну тут, друзья, видите, тут не показывается, как я использую колоду карт и как накапливается энергия для использования колоды карт. Короче, давайте мы зайдем в отряды. Я сначала покажу вам все бафы. Вот, допустим, вот эта команда. Давайте мы в нее провалимся. Нажимаете просто на колоду карт и проваливаетесь. Это у меня герой вангвард. То есть это первый, который выходит на поле боя. Пегги очень сильная. Потом Машка, Аталия, Кас и Фара. Кас можно заменить еще, допустим, на кого-то. Но у меня пока эта команда устраивает. Ну и карты. Карты давайте посмотрим. Короче, случайное перемещение. Просто на карту нажимаете. Можно, по-моему, вот так вот нажать. Нет, надо на нее нажать и подержать пальцем. И она вам показывает, как это происходит все в бою. И написано, что она делает. То есть она перемещает героя случайным образом. Но это полный шлаг. Оглушение. Это оглушение на одну секунду. Иногда помогает. Только герой выходит, вы ему накидываете оглушение. Он сразу стоит, курит бамбук. Ваши герои приближаются и просто всех убивают. Сокращение время ожидания карты. То есть вы можете сократить время ожидания и бафов. И непосредственно карты вашего наемника. Ну, жуткое сражение многие ставят. Стальное тело. Это у нас... Что тут неуязвимость для любого урона на некоторое время? 2 секунды. Я это не ставлю. Быстрое омоложение. Это, по-моему, восстановление энергии. 300 очков. Да. Тишина. Это молчанка на 6 секунд. Тема хорошая. Берем. Ослабление, благослабление. Что тут урон 10% от максимального здоровья. И снимает все положительные эффекты. Наносит урон вражескому герою и снимает все положительные эффекты. Да. Тема крутая, кстати. Можно это взять, но я это брать не буду. Потом грубая сила. Это атака на 30... Нет. На 60% в течение 8 секунд. Это можно бафнуть, допустим, ту же самую пеги. И гварды там будут очень жесткие. Щит хранителя. Восстановление. Тут, получается, восстанавливает здоровье. И защиту на 60%. Кстати, тоже неплохо. Ослабленное проклятие. Или что там? Восстанавливает здоровье от максимального здоровья. И снимает все отрицательные эффекты с одного союзного героя. Ну, в общем, это колода карт быстрая. То есть, если вы возьмете 1 или 2, это будет быстро откатываться. И вы будете постоянно актуально использовать в бою. Потом уже идут троечки. Но троечки тоже быстро откатываются. Удар молнии. Это урон 35% от максимального здоровья. Зов. Провокации. Это когда вы накидываете на какого-то героя. И все в команде противника героя просто начинают атаковать его. Ну, и некий такой агр. Агр тема, в принципе, прикольная. Допустим, где-нибудь в МЛО РПГ, когда танки используют агр при убийстве босса. То есть, танка все бафают. Там восстанавливают здоровье. А в итоге просто ДДшники бьют босса. Здесь по принципу такому же. То есть, ваш дальний герой будет где-то стоять бить. Типа Одина. Типа какого-то мага или ловкача из дальнего ряда. А танк будет держаться просто и стоять до последнего. Ну, и плюс Божественное Желание. Это восстановление здоровья. 30% от максимального здоровья. Ну, я не знаю, стоит ли это брать. Провокация. Ледяная Тюрьма. Я, наверное, здесь возьму Ледяная Тюрьма. Хотя это 4. Щит Хранителя. Особление Проклятия. Может быть, что-то более быстрое взять? Короче, давайте вот этот щит возьмем. Короче, Божественное Желание брать не буду. Так, Ледяная Тюрьма. Заморозка на 5 секунд. Это стрелы 35% от максимального урона. Благословление я взял, потому что здесь атака и защита при 70% и снижение урона на 50% 8 секунд. Очищение камней. Это, короче, когда, допустим, ваш противник камни накапливает, чтобы использовать навык или какого-то героя призвать. Вы их быстро очищаете, и он курит бамбук. Ну, допустим, он копит на магия пламени, да, чтобы нанести 60% урона от максимального здоровья в течение 6 секунд. Или, допустим, Смертельное Проклятие, чтобы убить одного героя. А вы берете, ему кидаете очиститель камней и до свидания. Ну, очиститель камней также может помочь, если он копил, допустим, 5 очков на массовый щит или на барьер контроля. То есть барьер контроля, это ваш союзник не будет восприимчив к контролю или эффектам контроля в течение 20 секунд. Это очень мощно. Ну, и щит 65% от максимального здоровья тоже 7 секунд. Короче, все бафы разобрали. У меня стоит вот такая вот колода. Это не панацея. Вы, возможно, будете использовать какую-то другую. Давайте просто запустим бой и посмотрим, как он будет происходить. Ну, это, кстати, противник. Это противник. У него тут первая выходит грыжа. Давно я не встречал какого-то игрока. Это большой успех, потому что, ну, вообще редко они встречаются здесь. Жуткое сражение мы активируем и призываем сюда Машку. Сейчас Машка с этой пэги, они его просто уничтожили. Давайте зажмем тишину и будем ожидать выхода Одина. Тишину накинули сразу на Одина. Кидаем сразу атаку усиления на Машку. Призываем сюда Аталию. Ну, Аталию мы даже не успели призывать. Мы его просто уничтожили. Пэги, Машка и Аталия. В общем, вот они, естественно, бафы, которые позволяют быстро в бою себя реализовать, друзья. Это вам как пример, что может колода первого, второго и третьего уровня. Ну, зачастую-то у меня здесь еще есть и пятый, но там чисто атака, защита и снижение урона. Давайте еще один бой. Может быть, сейчас будут попадаться игроки более охотно. Ну, Пэги очень сильно. Кстати, я тут еще дрался против Фритиза. Он использовал Торана, как первого героя Авангарда. Потом он призывал Заурата или Толену. И он копил вот эти вот очки на метеоритный дождь. То есть, надо было 8 очков. Этим метеоритным дождем он просто уничтожил меня вообще. Я офигел. Но у меня тогда была команда через Одина и Грыжу. Бой был не таким быстрым, как сейчас. И я просто дал ему возможность им на себя так проявить. Я вам покажу этот бой, но там тоже не видно, как он использует карты. И не видно, как я использую карты. У меня просто запись осталась. 93 секунды уже, и мы не можем найти противника. Ну, короче, все подрались, рейтинг отбили и просто вышли. На глобальном серваке такого не будет. Вы будете гораздо чаще драться. Это большой плюс, что там активных игроков гораздо больше. На тестовом серваке меньше игроков, но зато вы можете прочувствовать игру в полной мере в более поздней игре. Я тут, кстати, оказался... Ну, как это... Я не заходил очень долго в турнирную арену, где мы обычно не участвуем, а используются только донатеры там. И в итоге оказалось, что у меня там команды-то даже были не выставлены. А я все думаю, почему я никак все в рейтинг не попадаю? Думаю, странно. Но я считаю, что команда через пэгги, она более стабильная. С Машкой так это вообще жесть. О, мы нашли. Мы нашли Шира. Знакомый чувак. У него тоже, кстати, стоит пэгги. Это будет интересный бой. Да, сейчас, короче, две пэгги будут бодаться между собой. Сразу используем жуткое сражение. Ставим Машку. Машка напрыгивает. Закидываем тишину на его Машку. А у него Один, да? Давайте сюда поставим Аталию. Мы отпинали его Одина и остался Дэймон. И мы побеждаем. Машка это огонь, друзья. Короче, вообще нормалды. Бой шел очень-очень быстро. Но вот из-за этой молчанки он проиграл. Потому что просто пэгги ничего не смогла сделать в течение 6 секунд. А моя пэгги успешно себя проявляла. Давайте, может быть, еще раз найдем. Шира. Опять Шира. Опять. С той же самой командой. Выходят две пэгги. Давайте ставим также Машку. Щит Хранителя. Но Щит Хранителя мы пока ставить не будем. Мы посмотрим, кого он второго призовет. Мы призываем опять Машку. Мы кидаем на Машку усиление. Жуткое сражение. И призываем сюда Аталию. Щит Хранителя на пэгги. И в этот раз он нас вынес собака. Потому что у нас не было молчанки. Короче, здесь нам не повезло с картами. Он еще и грыжу призвал. Ну ладно. Давайте еще раз сейчас будет бой. По-любому он попадется. 1-1 у нас с ним, короче. Тут он переиграл меня с помощью Одина. Но пэгги, пэгги вначале это мощь. Он сейчас опять поставит, короче, ее. У нас есть тишина в этот раз. И жуткое сражение. Накидываем тишину. Ждем, ждем. На пэгги оглушение. Призываем Аталию. Он призывает Одину. Опять используем жуткое сражение. Тишина на всю эту команду. И призываем Машку. И кидаем оглушение на Одину. До свидания. Видите, как все сработало. Благодаря тому, что у нас была тишина. Тишина зарешала. Плюс оглушение. В этот раз карта была лучше. Вот так вот. Качели, короче. Сейчас он опять попадется нам. Давайте, раз такая пьянка. Короче, если тишина выпадает с оглушением. Нормал ды вообще. 2-1 нашу пользу. И я думаю, он, наверное, драться пока не будет. Широ опять. Давай. Аталия. Аталия будет следующим. Так, жуткое сражение откатывается. Благословление силы у нас, да, еще. Жуткое сражение. Давайте выкатываем Аталию. Оглушение на его Лукрецию. У нас есть молчанка. Ой, моя Аталия страдает. Ой, моя Аталия страдает. Давайте на Машку. Что ж так больно-то? Собака. Короче, ладно. В этот раз у него, короче, Лукреция, да, была вторым героем. А у нее бонус против Аталии, так же, как у Аталии и Лукреция. Ну-ка. Сейчас мы с вами набор карт поменяем немножко. Касс мы, короче, заменим на Лукрецию, друзья. Да. Да, да. Давайте мы вот так вот сделаем. Если что, мы можем поставить и Аталию, мы можем поставить и Лукрецию. 2-2. Так, опять Широ. У нас с ним одинаковый рейтинг. Опять выходят Пегги. Только в этот раз мы сюда призовем Лукрецию. Копит-копит энергию. Кого он ставит? Он грыжу поставил. Давайте на Лукрецию закинем. Оглушающий удар на грыжу. У нас откатывается тишина. Я не знаю, сможем ли мы тишину использовать. И ставим фару. Ой, вообще, короче, я затупил жестко сейчас. Я очень затупил. Знаете, почему затупил? Потому что, короче, я тишину неправильно поставил. Сейчас его Лукреция, короче, нас тут раскатает. А может быть и не закатает. Пегги против Пегги, короче. Тут сейчас будет решать, у кого лучше колоды карт. Я накинул тишину. Давайте оглушение. Ни фига возня идет. Опять тишина. А на щит накидывает. У меня еще и фара жив. И кто? У меня же два героя. Кто победил? Я победил. Короче, это было прикольно. Так, давайте еще раз. Мне понравился этот бой. Фара со своими призраками и усилением, конечно, круто тут сделал. Сейчас посмотрим, кого он будет ставить-то опять. Ну, Лукрецию поставим. Я в этот раз так сильно не затуплю. Вот, давайте мы откатим. Тогда мы, коль у нас быстрая карта, мы ставим фару. И мы кидаем тишину на Пегги. Там вылетает Один. И мы ставим Машку снизу. Огрушающий удар на Одина. Дэймон у него отъехал. Щит хранителя на фару. Но он что-то не работает. Собака с работы, я... Тогда на Машку. Огрушение Одина. Отлично, отлично. Короче, тут надо думать быстро. Смотреть у кого как здоровье и думать быстро. Пока мы его побеждаем. Пока он ошибается, друзья. Пока он ошибается, мы набиваем рейтинг. Ну, попался бы кто-нибудь другой. Но это же уже неинтересно, в принципе, с ним. Но он сейчас опять попадется. Давайте последний бой и сворачиваемся. Ну, пару раз, конечно, я затупил. Ничего не могу сказать. Так. Ну что, где, где, где? Короче, кино не будет, друзья. Ладно, повеселились. Я на восьмой позиции. Продолжу свой путь. Совсем скоро, друзья. И посмотрим, какой максимальный рейтинг я возьму. Пока вот эти азиаты мне не попадались, хочется попадаться с ними. Так что битва судеб достаточно интересная. И на наших серваках вы будете забавляться еще лучше. На этом все. Если видео порадовало, подняло настроение, и данное событие вам понравилось, влепите лайк за старание, ну, и пишите в комментариях. А мы с вами увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok